МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что такое налоговое уведомление, которое большинство рязанцев уже получили? Как исполнить это налоговое уведомление? Сегодня о нем пойдет речь. Налоговое уведомление – это письмо, которое получают налогоплательщики имущественных налогов по почте или в электронном виде, те, кто являются пользователем личного кабинета. Налоговые органы производят расчет трех основных налогов. Налог на имущество физических лиц, земельного налога, транспортного налога, и, соответственно, не позднее, чем за месяц до наступления срока уплаты, должны направить налогоплательщикам для исполнения. Как уплатить налоги по налоговому уведомлению? И на все остальные вопросы как раз я сегодня хотел ответить. Давайте вот с чего начнем. В большинстве налоговых уведомлений, полученных рязанцами, нет срока уплаты налогов. Не изменился ли он и какова статистика по количеству уведомлений и суммам, подлежащим уплате? Действительно, форма уведомлений немножко изменилась. Срок как таковой сейчас там не указывается, но указывается ссылка на налоговое законодательство, где, соответственно, этот срок обозначен. Срок не изменился. Это 1 декабря 2020 года. То есть все имущественные налоги за 2019 год рязанцы должны уплатить не позднее 1 декабря. Что касается статистики. В этом году налоговых уведомлений сформировано меньше, чем в прошлом году. Где-то 99% от прошлого года. Общее количество составило 591 тысячу налоговых уведомлений. Из них более четверти, это 158 тысяч, направлено в электронном виде в личные кабинеты. Снижение количества уведомлений связано с возросшим количеством льготников и с тем, что эти льготы сейчас предоставляются в проактивном или беззаявительном порядке. То есть по данным Пенсионного фонда Российской Федерации, по данным органов судзащиты Рязанской области, таким категориям граждан, как инвалиды, пенсионеры, многодетные, льготы были предоставлены автоматически. Что касается сумм налогов, общая сумма к уплате увеличилась примерно на 200 миллионов. Составила 2 миллиарда 400 миллионов рублей в этом году. Это на 9% больше, чем в прошлом. По количеству объектов, которые находятся в собственности у рязанцев, также это количество увеличилось. Земельных участков стало больше на 6,5 тысяч, объектов капитального строительства на 21 тысячу. И по транспортным средствам можно сказать, что их количество увеличилось на 1600. Это официальная статистика, но я сразу же задам вопрос, который, наверное, волнует многих рязанцев. А что делать, если в налоговом уведомлении некорректно проставлена информация о количестве объектов недвижимости, о количестве машин зарегистрированных? Что делать? Можно ли оспорить это налоговое уведомление? Если была обнаружена какая-либо некорректная информация, необходимо обратиться в налоговую инспекцию. Соответственно, если эта некорректная информация обнаружена по транспортному налогу, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. В том случае, если некорректная информация по земельному участку или по объекту недвижимости, тогда, соответственно, по местонахождению этого объекта. Есть ли в этом году изменения в порядке исчисления и уплаты имущественных налогов физических лиц? Порядок уплаты и порядок исчисления налогов не изменился. Если говорить более подробно по налогу на имущество физических лиц, по которому в последние годы было максимальное количество изменений, порядок такой же, как и в прошлом году. Налог исчисляется по прямой формуле. Никаких понижающих коэффициентов при этом не используется. Однако используется ограничение роста налога не более чем на 10% по каждому объекту. То есть сумма налога за 2019 год не может превышать более чем на 10% сумму налога по каждому объекту за 2018 год. Такая же ситуация и с земельным налогом. К электронным возможностям, системам мы еще вернемся. Время сейчас не самое простое. С учетом пандемии срок оплаты ограничен 1 декабря. Что ждет людей, не успевших или не посчитавших нужным оплатить налоги до этой даты? Ну, прежде всего необходимо сказать, что за каждый день просрочки платежам учителяется пеня. По процентной ставке равны 1,03 ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В том случае, соответственно, если налогоплательщик не уплатил вовремя причитающиеся налоги, ему направляется требование об уплате. И согласно этому требованию необходимо уплатить не только сумму налога, но и, соответственно, пеня, о которых я сказал. В том случае, если и по требованию налогоплательщик не уплачивает налог, тогда налоговая инспекция уже выходит в суд. Соответственно, за счет имущества должника будет происходить обзыскание этих налогов. И еще одна мера – это ограничение выезда за пределы Российской Федерации. То есть, если у гражданина долг составляет более 10 тысяч рублей, то налоговый орган вправе инициировать такую процедуру запрета выезда гражданина за рубеж. По задолженности эту информацию можно, соответственно, найти, если говорить про интернет, да, то в личном кабинете, если подключено к личному кабинету. На портале госуслуг также эта вся информация отображается о задолженности, если подключены к порталу. Если это делать не в электронном виде, не в режиме онлайн, то, соответственно, такую информацию можно получить в любой налоговой инспекции при наличии паспорта, либо в МФЦ. Не все, как мне кажется, налогоплательщики получили налоговое уведомление. Что делать тем, кто не получил, но очень жаждет? Прежде всего хочу отметить, что не все объекты отображаются налоговым уведомлением. То есть, если сумма исчисленного налога по объекту равна нулю, то такой объект в уведомление не попадает. Соответственно, если налогоплательщик пользуется льготами, если по всем объектам налогоплательщика исчисленная сумма равна нулю, то такое уведомление просто не формируется и не направляется налогоплательщику. Кроме того, если у налогоплательщика имеется переплата в сумме, которая превышает исчисленные налоги или равна сумме исчисленных налогов, в случае, если общая сумма налоговых обязательств по уведомлению менее 100 рублей, во всех этих случаях уведомление не формируется и не направляется. Хорошо. Вы говорили о льготах. Расскажите, пожалуйста, об изменениях в предоставлении льгот физическим лицам по имущественным налогам в 2020 году. Что касается льгот, как я уже отметил, льготы в этом году в основном предоставлялись в беззаявительном проактивном порядке. На федеральном уровне была запрошена информация у Пенсионного фонда Российской Федерации по инвалидам, пенсионерам, предпенсионерам. На региональном уровне мы проработали этот вопрос с органами соцзащиты Рязанской области в части многодетных и предоставления им льгот. То есть всем этим категориям граждан льгота была предоставлена автоматически. Хочу сказать, что если по какой-то причине к этим категориям гражданин принадлежит, но льгота ему не была предоставлена, то нужно обратиться в инспекцию с заявлением о предоставлении льготы. Естественно, мы такую льготу предоставим. Отдельно хочу остановиться на предпенсионерах. В общем случае, по случаям, которые не связаны с налогообложением, предпенсионеры начинают пользоваться льготами за 5 лет до достижения нового пенсионного возраста. В части налогообложения рассматривается этот вопрос немножечко иначе. То есть здесь льготниками становятся мужчины, которые достигли 60 лет, и женщины, которые достигли 55 лет. То есть это вот такое общее условие. Что еще по льготам изменилось? В связи с ситуацией, связанной с ухудшением ситуации с коронавирусом, с пандемией, Рязанской городской думой было принято решение о дополнительной льготе для предпринимателей, которые 1 марта 2020 года были в реестре малого и среднего предпринимательства, которые были отнесены к пострадавшим отраслям. Это льготы в размере 60% от суммы по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов, список которых принимается Минимуществом Рязанской области в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса. В общем случае это офисные торговые здания и помещения в них по другим льготам. С 2018 года действует льгота по гражданам, имеющим 3 и более несовершеннолетних детей. Эта льгота предоставляется по земельному налогу и по налогу на имущество физических лиц. По налогу на имущество физических лиц эта льгота предоставляется в размере кадастровой стоимости 5 квадратных метров квартиры, части квартиры или комнаты и в размере кадастровой стоимости 7 квадратных метров жилого дома или части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. По земельному налогу такая льгота предоставляется в размере кадастровой стоимости 6 соток одного земельного участка. Изменения по льготам еще коснулись транспортного налога. С 2019 года отменена льгота по большегрузам, по грузовым автомобилям массой больше 12 тонн. Соответственно, раньше налог уменьшался на плату, вносимую в систему Платон. Сейчас с 2019 года такая льгота отменена. Соответственно, налог в этом случае уплачивается в полном объеме, если налогоплательщику не предоставляются какие-то иные льготы. Хорошо, давайте перейдем к электронной системе. Можно ли заявление на налоговую льготу подать через личный кабинет и как это правильно оформить? Да, конечно, можно. Личный кабинет практически полностью дает возможность налогоплательщику ни при каких обстоятельствах не посещать налоговую инспекцию. То есть при использовании личного кабинета все вопросы можно решить, не выходя из дома или офиса. В личном кабинете можно увидеть информацию о начислениях, о платежах, о задолженности, получить всевозможные справки. Можно сдать декларацию по форме 3НДФЛ со всеми подтверждающими документами. В нем же можно отслеживать статус проверки этой декларации. Полностью заменяет визит в налоговую инспекцию личный кабинет. Подключиться к нему очень просто. Необходимо с паспортом прийти в любую налоговую инспекцию по выбору налогоплательщика. Кроме того, особое внимание хочу обратить пользователей портала госуслуг. Если вы являетесь таковым, то никакой дополнительной регистрации не нужно. С данными, с которыми вы входите на портал госуслуг, можно войти в личный кабинет налогоплательщика и пользоваться всей этой информацией. Замечательно. На официальном сайте ФНС России размещена промо-страница налогового уведомления физических лиц 2020. Какую полезную информацию она нанесет налогоплательщикам? В принципе, все эти вопросы, которые мы сегодня с вами обсудили, на все эти вопросы можно найти ответ на этой промо-странице. То есть, там есть информация о том, что такое налоговое уведомление, обо всех изменениях по имущественным налогам, как уплатить налоги. Вся эта информация, соответственно, на этой промо-странице есть. Кстати, хотел остановиться как раз на вопросе по уплате налогов, потому что, мне кажется, мы этот вопрос обошли. В налоговом уведомлении сейчас не распечатывается, начиная с этого года, квитанция на уплату. Вся необходимая информация для уплаты есть в самом налоговом уведомлении. То есть, там содержится QR-код, двумерный штрих-код, уникальный идентификационный номер, который раньше назывался индекс документа. Вот при помощи одного из этих трех моментов можно оплатить налоги, например, в банкомате Сбербанка, в терминале Сбербанка. Можно их, соответственно, уплатить онлайн при помощи личного кабинета налогоплательщика. Либо при помощи специального сервиса ФНС России уплату налогов и пошли. Хорошо, будем надеяться на ответственность налогоплательщиков. На этом у нас все. Это была программа «Городские встречи». Меня зовут Максим Васильев. Оставайтесь с нами.